Другой ты, Даджи, снова в эфире. И сегодня для меня лично большой праздник, потому что этот выпуск посвящается открытому чемпионату Казахстана по пауэрлифтингу Федерации ВРПФ. Уже в который год все 17 регионов лучшие пауэрлифтеры приезжают в Алма-Ату, чтобы показать тому, чего они достигли за прошедший год. Очень много было начинающих, очень много было ветеранов. Я, как представитель этой федерации, очень сильно этому рад, потому что наша федерация, она альтернативная, и мы больше направлены на популяризацию среди молодежи и среди ветеранов, скажу так, от 40 и выше. Давайте посмотрим самые красивые моменты. Для кого-то они были удачными, кто-то услышал год лифт, а кто-то нет, кого-то придавило. Но слава Богу, все прошло без травм, это небольшой вам такой фидер. Все прошло без травм, все прошло благополучно. Рука начала болеть, ноги болят, руки болят, все болит. Я пришла к дочери Валентине и говорю, давай мне упражнения, пойду в зал заниматься. Вот я с пятнадцатого года занимаюсь. Вот только вот, вот сейчас начала заниматься. После этого, на третью неделю я забыла, что у меня рука болела. А сейчас заходила в автобус еле-еле, а сейчас могу добежать до автобуса и запрыгнуть в него. Так что спорт это вообще круто, он мне помогает жить. Я, например, вообще чувствую себя намного лучше, чем я до этого была. Вот, он во всем мне помогает. По крайней мере, я не болею. И у меня все отлично, все отлично. Вот мне говорят, ой, ты не боишься. Я говорю, нет, не боюсь. Потому что я делаю то, что я могу. Я лишнее не делаю. Я делаю то, что я могу и постепенно, постепенно у меня вот появился вот такой вот рост. Все вот. Поэтому потихоньку я занимаюсь. Вот даже на тренировках, если я что-то сделаю сверх того, что я до этого делала, вот, у меня уже подъем начинается. Вот я прям радость такая в душе, что вот я могу это. Несмотря на возраст. Ой, у меня столько ровесников. И все говорят, ой, какая у тебя фигура, какое ты это самое, как мы тебе завидуем. Ну, идите в зал и занимайтесь. А что вы мне завидуете-то? Вот. А они только завидовать и могут, и все. Поэтому надо не завидовать, а идти и делать. Вот это самое главное. Здравствуйте. Меня зовут Ахмед Бегова. Я занимаюсь в Royal Fitness and Club. Мой личный персональный тренер – это Хадыко Саша. Сегодня я ему очень благодарна, так как сегодня на чемпионате Казахстана по пауэрлифтингу в категории до 60 килограмм я выиграла. Всем участникам пауэрлифтинга сегодняшнего чемпионата. Желаю удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Приехали поддержать нашего друга Сергея Иванова. В общем, он занял второе место в Троеборье. Очень рады за него. После долгого перерыва он сумел показать такой результат. Соревнования прошли достаточно такой классной атмосфере. Посмотрели, это для нас что-то новое. Организация. Все очень понравилось. Это такой тяжелый тоже вид спорта в своем роде. Пришли поддержать друга. Он полтора года не занимался, просто тренировался. Он работает фитнес-тренером. Ну, конечно, тут вообще совсем другой вид спорта от велоспорта отличается. Вышел, поднял, все, сел отдыхает. Потом этот джим. Такие веса это вообще чересчур много. Если бы не велоспорт, тогда пошел бы в Организация? Нет, не пошел бы. Очень тяжело. Спасибо за просмотр! Честно говоря, в жиме я хотел немного больше зафиксировать. 95 где-то хотел зафиксировать. 195 килограмм. Но немного не хватило сегодня. В целом доволен. Тягой доволен. То, что я 280 в принципе еще не поднимал. Сегодня почти уже получилось. Андрей Ким единственный про атлет сейчас за два гетчика. Ты чувствуешь, что ты самый тут сильный? Честно говоря, нет. Я смотрю на выступления других атлетов. Меня так же куражит, когда человек на кураже выходит, поднимает. Я чувствую именно от этого драйв. И в принципе мне интересно до сих пор. Я не чувствую себя сам сильным. Меня мотивирует это. Новичкам я могу пожелать чего? Я тоже как-то просто узнал случайно о пауэрлифтинге. Решил поучаствовать. На первых соревнованиях получилось, что я выиграл в легкой категории. Так я занимался. С каждым годом результаты потихоньку росли. И незаметно я как-то достиг определенных результатов. В общем, сила и упорство. Характер решает в этом спорте. Ну что, вы посмотрели, как это все происходило. Может быть, кто-то из вас, кто никогда не видел, что такое пауэрлифтинг, замотивировался и, наверное, сегодня подумает, а не начать ли мне поднимать штангу. Я вам лично советую. Не важно, какого вы возраста. Чтобы быть в хорошем составе тела, чтобы быть в бодром настроении, с позитивными мыслями, нужно делать силовые нагрузки, а пауэрлифтинг – это самый базовый спорт для силовых видов спорта. Так что приходите к нам в пауэрлифтинг, приходите к нам на чемпионат, участвуйте, мы будем вас ждать. Ну а победителей поздравляю. Кто проиграл, не расстраивайтесь. Ставьте себе новые планки, расписывайте себе новые планы. Мы увидимся в следующем году. А в следующем году у нас будет два турнира. Это чемпионат Азии, тоже открытый, с призовым фондом. Ну и чемпионат Казахстана по традиции в преддверии чемпионата мира. Так что, друзья, поднимайте штанги, легких вам весов, ну и хорошего настроения. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok